В бухте Навик состоялся восьмой зимний ледовый полумарафон Владивосток Айс Ран. Мероприятие уже стало традиционным не только для приморцев, но и спортсменов из других стран. Уникальность данного забега в том, что это единственный старт в России именно по морскому льду, где можно пробежаться тысячи участников, испытать колоссальное количество эмоций. Ну и плюс у нас не подсоревнования, у нас события, праздник для жителей и гостей города. В этот раз за впечатлениями и адреналином во Владивосток приехали участники со всей России. Всего по морскому льду пробежалось около тысячи спортсменов из 18 субъектов, 50 городов и 4 стран – России, Германии, Японии и Китая. Люди, прежде всего, приезжают, во-первых, потому что они хотят попасть снова в этот праздник. Это невероятные эмоции на финише. Действительно интересная трасса – это лед. Это необычно, это не асфальт, это не лес, это лед. И плюс у нас лимитированное количество участников каждый год – это тысяча человек. Часть спортсменов пробежали классическую полумарафонскую дистанцию длиной 21,1 километр. Для желающих испытать себя на более короткой дистанции были доступны 5 и 10 километров. Самые маленькие преодолевали 1 километр. Нам сегодня, во-первых, повезло с погодой, потому что она к нам лояльна, безветрена, тепло. То, что вчера растаяло, сегодня подмерзла, и поэтому прям вот хорошая погода. И участники тоже в хорошем настроении стартовали свои дистанции. Сейчас сегодня у нас остается два старта. Я думаю, что в целом все идет по плану. МЧС-сотрудники курсируют, маршала безопасности смотрят за безопасностью. И это самое важное, что у всех будет безопасная трасса и хорошее настроение. Перед стартом для участников марафона была проведена зарядка. На берегу около финиша выстраивались болельщики, которые с нетерпением ждали своих спортсменов, смотря вдаль. Одним из участников мероприятия стал президент группы компании ДНС Дмитрий Алексеев. Настроение, конечно, хорошее. Айсран – это первый весенний праздник на моем календаре, поэтому ты сейчас пробежишь, будешь заряженный на новый летний сезон. Мы любим спорт, любим родной город, да, и кажется, что марафон – это одно из тех мероприятий, которые позволяют, знаете, вот соединить большое количество людей. Вообще, какие красивые и классные люди вокруг. Уже практически на финише полумарафонцев ждал сюрприз. Начался снег хлопьями, падающий с неба, что придало мероприятию только атмосферу волшебства. Я каждый год выступаю в этих соревнованиях. Предыдущий лет пять выигрывал. В этом году немножко не повезло, стал второй. Давай, 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 давай. Ну, эмоции, как обычно, рад, что добежал, рад, что смог принять участие. По дистанции, в ту сторону бежишь, по ветру тебя несет хорошо. Когда разворачиваешься, ветер в лицо, и бывает очень сильный, порывистый. И тебя очень сильно отбрасывает, ноги просаживаются, особенно если ты уже по чаще снежной бежишь. Давай, 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 давай. Поэтому дорога обратно тяжелее, тем более силы заканчиваются. То есть уже испытания становятся. Отметим, что для участников и гостей праздника организаторы подготовили развлекательную и музыкальную программу. На финише участников ждал вкусный плов, а также дальневосточный чай от туристического центра Приморского края «Визит Приморья» и паназиатского ресторана «Зума». Скучно и холодно не было никому. Победители разделили между собой призовой фонд, который составил 300 тысяч рублей, и получили подарки от партнера проекта компании «Онер», который поддерживает проект на протяжении уже 8 лет. Желающие смогли нанести гравировку на медаль с собственным результатом в конце забега, а также поучаствовать в розыгрыше призов от партнеров мероприятия. Олег Завьялов, Анастасия Политаева, Денис Фадеев. Новости на восьмом.